Добрый день! Меня зовут Валентин Стефанович, я юрист правозащитного центра «Весна» из Минска, из Беларуси. В течение 18 последних лет я занимаюсь правозащитной деятельностью. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как права человека в Конституции. Конституция с латинского переводится как устройство сложения. Иными словами, можно сказать, что Конституция представляет собой особо нормативно-правой акт, имеющий высшую юридическую силу, которая является основным законом государства. Так как каждое юридическое лицо имеет свои уставные документы, так и каждое государство имеет свой устав, Конституцию. Иными словами, можно определить Конституцию как определенный договор между гражданами, которые устанавливают основные правила их взаимоотношений, взаимодействия в такой общности, как государство. Граждане закрепляют в Конституции правила и принципы своего участия в управлении государством. Сроки избрания своих представителей, их полномочия, а потом отделяют избранным им же представителей полномочиями государственной власти. Взамен граждане обязуются исполнять определенные обязанности для более лучшего функционирования такого государства, то есть уплачивать налоги со своих доходов, защищать суверенитет и независимость государства в случае посягательств извне, а также исполнять судебные решения государства. Идея создания этого документа насчитывает сотни лет и начиналась еще с древнегреческих полисов. Некоторые авторы считают одной из первых писанных Конституций статут Великого княжества Литовского 1529 года и последующие его две редакции 1566-1588 годов. Первые писанные Конституцией в современном ее понимании считается Конституцией Соединенных Штатов Америки 1787 года. Второй Конституцией считает Конституцию Речи Посполитой 1791 года. Безусловно, в разные времена Конституции отображали те или иные политические взгляды, концепции и идеологии. С развитием концепции прав человека во второй половине 20 века и созданием ООН Конституции закрепили приоритет международных норм права. Итак, Конституция закрепляет формы и принципы реализации демократии. Конечно, эти формы и принципы могут отличаться в разных странах, но основным для Конституции демократических стран является закрепление, разделение ветвей власти на три независимые ветви — судебную, исполнительную и законодательную. Это делается для того, чтобы избежать возможности узурпации власти какой-либо одной политической силой, конкретной личностью или диктатурой большинства. Этот принцип соответствует пониманию правового государства, в котором вся деятельность государственных органов подчинена закону и его судебным решениям. Также в Конституции демократического государства должен быть закреплен реальный анимнимый механизм участия граждан в управлении своим государством, то есть сроки, полномочия, процедуры избрания своих представителей народом. Не зря именно в преамбулах многих Конституций написано, что единственным носителем власти и суверенитета является народ. Таким образом, можно сказать, что Конституция является основным законом государства, специальным нормативно-правным актом, имеющим высшую юридическую силу. В Конституции бывают двух видов — писаные и неписанные. Они содержат, первое, определение органов государственных власти, их права, их взаимоотношения между собой и с гражданами. И второе, собственно, на сами права и обязанности граждан. Гражданские и политические права. Для меня, как для гражданина, важно, чтобы Конституция предусматривала границы этих самых государственных органов в жизни конкретного индивида, то есть моей личной жизни. Очень хорошо, когда Конституция гарантирует неприкосновенность личной жизни, неприкосновенность жилища. Очень хорошо, когда Конституция гарантирует, что ни одна политическая сила не может быть установлена как единственная верная, и ни одна политическая идеология не может устанавливаться как обязательная. Это означает, что я как гражданин могу придерживаться любых политических взглядов и свободно их высказывать, и государство не будет преследовать меня за это. Очень хорошо, когда государство гарантирует свободу религии, то есть свободу исповедования любого религиозного культа или свободу не исповедовать никакого религиозного культа. Это очень важно, когда государство гарантирует разделение церкви и государства. Это значит, что никакой религиозный культ не может быть установленным, обязательным для меня, и я смогу либо исповедовать тот культ, который соответствует моим взглядам, либо не исповедовать вообще никакого. Одним из основных принципов конституционализма является принцип равенства граждан. Это означает, что я, как гражданин, имею равные права с другими гражданами, независимости от своего национальности, пола, религиозной принадлежности, принадлежности к тому или иному государству. Данный принцип нашел свое дальнейшее развитие в закрепленном в Конституции запрете дискриминации по каким-либо признакам – пола, религии, вероисповедания, политических убеждений. Это, в свою очередь, в полной мере отображает принцип универсальности прав человека. То есть это означает, что права человека не зависят от характеристик личности и его культурной принадлежности. Огромное влияние на закрепление в Конституции основных прав и свобод сыграло процесс универсализации прав человека в международных документах, таких как Декларация прав человека 48-го года и Пакты о правах человека 66-го. Гражданские и политические права являются совокупностью естественных и неотверждаемых прав личности, которые прилежат ему от рождения и не зависят от его принадлежности к тому или иному государству. Эти права и свобода составляют основу всего правового статуса человека. Гражданские и политические права очень часто еще называют личными правами, что гораздо предпочтительнее, поскольку делает невозможным смешение абсолютно разных терминов и понятий. К гражданским личным правам относятся такие права, как право на жизнь, достоинство, личную неприкосновенность, свобода от рабства, от пыток и иных видов принуждения, свобода вероисповедания и религии, неприкосновенность личной жизни, неприкосновенность жилища, свобода вступления в брак и создание семьи и ряд других гражданских прав. Необходимо отметить, что ограничение гражданских личных прав, как правило, устанавливается нормативным актом самого высокого уровня, а именно Конституции. Неприкосновенность жилища может быть нарушена в определенных случаях, например, в рамках уголовного преследования при проведении обыска санкционированным прокурором. Свобода от рабства и пыток является абсолютным правом. Это значит, что оно не может быть ограничено ни при каких условиях и не может применяться, в том числе в условиях военных конфликтов и чрезвычайного положения. Политические права представляют собой взаимоотношения гражданина и государства, его право участия на управлении государством, воздействие на государственные органы власти, участие в самоуправлении. Политические права, или лучше сказать, политические свободы, включают в себя свободу ассоциаций, свободу мирных собраний, свободу политических убеждений, избирательные права, доступ к государственной службе, право на критику правительства, участие в самоуправлении и другие. Политические права направлены на реализацию участия в жизни общества, формирование государственной власти, участие в самоуправлении, а также возможности воздействия на государственную власть. Посредством политических прав реализуется возможность взаимодействия гражданина и государства. В отличие от личных прав, которые принадлежат всем индивидам, политические права принадлежат гражданам. В отличие от личных прав, политические права могут быть ограничены гораздо более существенно. Например, в интересах национальной безопасности и общественного порядка. Но следует отметить, что все эти ограничения должны соответствовать международным нормам и быть необходимыми в демократическом обществе для защиты национальной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения. Данную группу прав, гражданских и политических, еще называют правами первого поколения, а также негативными правами. Негативные права означают то, что государство должно воздержаться от воздействия на граждан при реализации этих прав. Для меня, как для гражданина, важно, чтобы Конституция предусматривала перечень социально-экономических и культурных прав. Для меня важно, чтобы государство запретило праведительный труд. Труд детей. Это означает, что никто не направит моего несовершеннолетнего сына на уборку урожая в близлежащих колхоз. Закрепление в Конституции труда как права, а не обязанности, означает, что никому не придет в голову привлекаться к уголовной ответственности неработающих граждан за так называемое тунеядство. Социально-экономические и культурные права направлены на обеспечение достойного уровня жизни людей, на обеспечение их экономической деятельности, на защиту малообеспеченных и незащищенных слоев населения. К данной группе прав относятся такие права, как право на образование, право на труд, на жилище и социальное обеспечение. К социально-экономическим и культурным правам относятся такие права, как право на труд, право на жилище, право на образование, право на отдых и другие социально-экономические права. Данную группу прав называют правами второго поколения, а также позитивными правами. Позитивные права означают, что для реализации социально-экономических и культурных прав необходимо содействие государства. Очень часто можно прочитать, что социально-экономические и культурные права нельзя в полной мере назвать универсальными правами, поскольку очень часто они касаются определенных групп населения. Многие авторы считают, что социально-экономические и культурные права являются моральными правами, а не позитивными, поскольку очень часто эти права носят декларативный характер и не могут быть обеспечены судебной защитой. Очень часто в Конституциях социально-экономические права сформулированы в очень размытых формулировках, например, как достойный уровень жизни, благоприятные условия труда или право на жилье. Реализация этих прав возможна при наличии определенного экономического уровня государств, необходимых для их обеспечения. В ряде Конституций экономические и социальные и культурные права носят рекомендательный характер, а в некоторых государствах и вовсе отсутствуют в Конституциях. С другой стороны, многие Конституции содержат вполне конкретные формулировки социальных гарантий, например, гарантируют получение бесплатного образования и бесплатной медицины. В данном случае это может быть также обеспечено и на уровне судебной защиты. Кроме того, ратификация государством пакта о социальных и экономических и культурных правах обязывает такие государства исполнять пакт, в силу того, что пакты являются международным договором, подлежащим обязательному исполнению. Комитет по социально-экономическим и культурным правам предусматривает предоставление государством отчета о исполнении этого пакта. Также комитет может выносить рекомендации правительству о необходимости исполнения тех или иных норм пакта. Таким образом, социально-экономические и культурные права направлены на обеспечение достойного уровня жизни людей, на защиту их социально-экономических прав, на защиту социально-необеспеченных слоев населения. И к таким правам относятся права в сфере трудовой деятельности, здравоохранения, образования. Также эти права называют позитивными правами, что означает, что для их реализации необходимо действенное участие государства. Очень важно, чтобы Конституция соответствовала международным нормам в области прав человека. Особенно это касается ограничений прав. Они также должны соответствовать международным стандартам. Например, для меня очень важно, чтобы государство не осуществляло уголовного преследования граждан только за лишь их членство в незарегистрированных организациях, независимо от их деятельности. Также для меня важно, чтобы государство не вводило цензуру в области СМИ, не преследовало граждан за так называемое оскорбление государственности или дискредитации государства. Для меня также важно, чтобы Конституция гарантировала мне право на обращение в международные органы в случае нарушения моих прав в стране моего пребывания или гражданства. Такие региональные структуры, как, например, Европейский суд по правам человека либо Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций. А еще не менее важно, чтобы государство при установлении нарушений прав этими международными органами принимало необходимые меры к восстановлению нарушенных прав и выплате надлежащей компенсации в связи с их нарушением. В процессе универсализации прав человека, которая началась после Второй мировой войны и глобализации правового поля, права человека больше не являются внутренним делом государства. Государства несут ответственность за исполнение прав человека перед международным сообществом. В связи с этими процессами во многих Конституциях был закреплен принцип приоритета международного права над национальным, который может быть в трех формах. Например, международное право носит статус конституционного права, международное право имеет приоритет над нормами национального права, либо международное право имеет такой же статус, как и национальное право. В ряде Конституции также закреплен принцип того, что государство должно обеспечить соответствие национального законодательства принципам международного права. Также очень важно, что Конституции предусматривает право граждан обращаться в международные органы в случае нарушения их прав на национальном уровне. В завершении своей лекции я хотел бы сказать, что закрепление в Конституции принципа разделения властей, принципа участия граждан в управлении государством, безусловно, является гарантией от узурпации власти определенной политической силой или диктатуры большинства. Особую роль в защите прав человека играют такие органы, как омбудсмен или уполномоченный по правам человека, избранный независимым парламентом, а также такие органы, как совещательные советы, общественные советы при органах МВД. Особую роль также играют и средства массовой информации, которые придают гласности случаи нарушения прав человека, правозащитные организации, как национальные, так и международные. Также следует отметить, что нарушение прав человека происходит во всех странах. Единственное отличие демократических стран от авторитарных и тоталитарных, то, что такие нарушения носят не такой масштабный характер, не системные и не систематические, как в авторитарных и тоталитарных странах, и также их можно защитить на национальном уровне, что является весьма сложной задачей в авторитарных и тоталитарных государствах. Государства в соответствии с Конституцией обязаны стоять на защите прав и свобод граждан. Но, к сожалению, так бывает не всегда. И нарушение прав человека происходит во всех странах, независимо от их политического строя. Права человека нарушаются и в демократических странах, и в авторитарных, и в тоталитарных. Единственная разница в том, что масштабы и характер нарушения этих прав являются очень разным, а также в том, что в демократических странах есть возможность защиты этих прав на национальном и международном уровне, что в авторитарных странах и тоталитарных странах является весьма сложной задачей ввиду того, что нарушение прав человека там носит системный и систематический характер.